Всем привет, это новости рэпа. Недавно Оксимирон у себя вконтакте на своей страничке опубликовал про трек Девочка пиздец, неизданная, который вышел там в 2012 или 2010 году. Я немного послушал и сразу не могу сказать нравится или не нравится. Я решил, что в паблике нужно сделать голосование между оригинальным треком и между первым треком, который писался в 2010 году для альбома Горгород. Если говорить про трек Девочка пиздец из альбома Горгород 2015 года, то мне трек, как бы сказать, я не знаю, особо не цепляет. Но многим слушателям, которые следят и просто слушали этот трек, понравился. Девочка пиздец, неизданная. Мне почему-то должно быть смешно после пиздец. Но неважно. Что, в общем, написал Оксимирон у себя в ВКонтакте на личной страничке. Для тех, кому интересно процесс написания песен, нашел первый забракованный вариант Девочка пиздец. Конца 2011 года, начало 2012 года, кроме названия и идей пересечения у этой демки с альбомным треком 2015 года, нет. Пробные черновики были у других, но не сохранились. Например, нет мира сеговых, где нас нет. Я задумывал еще в 2010-м, как единую песню, текст и бит, которая не имела ничего общего ни с первой, ни со второй финалкой. Но назывались они тогда «Мир, ловый нас, но не поймал». Что-то я неправильно зачитал, ну ладно. Одно из более поздних вариантов трека перелагался вот этот арт. Арт, кажется, работы Игоря Мактиви, который тоже не вышел, как и многое другое. Иногда идее нужно полежать пару, тройку, пятерку лет. И давайте, собственно, послушаем этот антонативный трек «Девочка пиздец». Вот вы послушали небольшой кусочек этого трека «Девочка пиздец» неизданная. Всем спасибо, кто слушал эти новости про «Оксимирона». Что вам еще сказать? Слушайте только хорошую музыку и не забывайте слушать классику. В общем, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok